Сегодня мы с вами в преддверии и точнее вот в контексте этих всех событий новогодних, рождественских, а мы с вами в России особенно благословенны, да, у нас аж два Рождества и два Новых Года, какой хочешь, такой выбирай, такой отмечай, вот, в два раза дольше праздники у нас идут. Вот, конечно, мы хотим сегодня поговорить на важную тему, которая многих очень волнует и интересует. Дело в том, что у нас в нашей деноминации есть два совершенно противоположных отношения к празднику Рождества Христова, ну и Нового Года. Кто прав? Телегенеральной конференции также поздравляют с Рождеством, с Новым Годом в соцсетях, но есть другая совершенно противоположная точка зрения, и причем она проповедуется очень любимыми нами проповедниками, горячо любимыми и уважаемыми нами проповедниками, которых мы ценим, любим и благодарим их за их труд. И в рамках субботней школы, да, прекрасные разборы они нам предлагают, мы пользуемся каждую субботу их планами урока субботней школы, изучаем их вместе с ними. Прекрасные проповеди, очень глубокое изучение Библии, но почему-то получается так, что звучат слова, прямо противоположные официальной точке зрения нашей деноминации и большинству руководителей церкви, большинству проповедников. Но это касается, в первую очередь, того, что как бы празднуя Рождество, Новый Год, мы приобщаемся к языческим древним традициям, становимся их соучастниками, этих традиций, и таким образом, как вот в одной из последних проповедей я услышал, можем лишиться благодати Божией. Она может стать тщетной для нас. И вот это утверждение, братья и сестры, заставило меня собрать в одну проповедь размышления семилетние мои, когда я впервые в 15-м году услышал официально эту точку зрения от моего уважаемого учителя, пастора, проповедника. И вот семь лет размышлял и особо не высказывался на эту тему. Но вот сегодня позвольте с вами поделиться этими мыслями и с помощью Священного Писания, здравого смысла, исторических каких-то событий, попытаться разобраться. Действительно ли в Рождестве и в праздновании его есть какая-то дьявольщина? Действительно ли участвуя в определенных рождественских новогодних ритуалах, таких как там украшения елки, поздравления друг с друга с этим праздником? Конечно, мы не говорим о гаданиях, там, калятках и прочих каких-то явно не библейских и явно не христианских вещах. Но вот поздравить друг друга с Рождеством и с Новым Годом, подарки подарить, украсить жилище свое к этому празднику – грех ли это? Есть ли в этом какое-то язычество и можем ли мы из-за этого лишиться Божьей благодати и каким-то образом пострадать в духовном смысле? Итак, две противоположных точки зрения. Первое, на какой вопрос мы постараемся сегодня ответить – должны ли мы в принципе вообще радоваться Рождеству, отмечать это событие можно ли? Или его нужно полностью игнорировать, делать вид, что ничего не происходит, что весь мир лежит во зле, а мы вот самые святые, праведные, и мы вообще не замечаем ничего, что вокруг происходит. Давайте посмотрим, что Священное Писание вообще говорит о Рождестве Христовом. Еще пророк Исаия за 600 лет до рождения Христа, да, записано в книге пророка Исаия в 7 главе, в 14 тексте, пророчество, пророчество именно о Рождестве, не просто о Мессии, не просто о том, что придет Спаситель, а посмотрите, какими словами это сказано. Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «с нами Бог», с нами Бог. За 600 лет до этого события пророк Исаия предсказал, что это произойдет, сказано место, где это произойдет, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, да, то есть место, город, где должен был родиться Христос, где Бог примет на себя человеческую плоть, также был предсказан. Давайте Евангелие от Луки откроем с вами, вторую главу, и прочитаем тексты с 8 по 14. Евангелие от Луки, вторая глава, тексты с 8 по 14. Вот как исполнилось, да, предсказание пророка Исаии. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знамение, знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Представляете, какая торжественная картина открылась этим пастухам. Небо отверзлость, ангелы поют, славят Бога, говорит, не бойтесь, потому что великая радость всем людям. Исполнилось то, чего ждали веками патриархи и пророки, проповедовали об этом. Не бойтесь, они сказали, да, радоваться этому событию, торжествовать этому событию. Воинство небесное прославляло это событие, и люди стали свидетелями, как ангелы прославляют Рождество Христово, как ангелы поют и славят Бога за это. Вообще, с чего начинается Новый Завет, да, братья и сестры? Вот та часть Библии, которую мы называем Новым Заветом, она с чего начинается? Конечно, мы открываем и тут же, тут же начинается с Рождества. Сначала идет описание родословия Христова, да, что он действительно из колена Давидова, что это действительно тот самый Мессия, которого ждали столетиями, да, Божий народ, и о котором проповедовали, и о котором пророчествовали пророки. А дальше, в Евангелии от Матфея, здесь же, на самой первой страничке Нового Завета, тут же, в 18 тексте мы читаем, Рождество Иисуса Христа было так. И описываются все эти события, которые мы с вами знаем, и которым по велению Божьего Вестника мы должны что делать? Радоваться, конечно, написано, радуйтесь, не бойтесь, великая радость всем людям. Это главное событие в истории Земли. Если бы этого не произошло, то все ветхозаветные служения, все ветхозаветные обряды, праздники, ритуалы, жертвы, традиции не имели бы никакого смысла, понимаете? Если бы Христос не родился в Вифлееме Иудейском. Почему? Потому что они все указывали на Его служение. Только для того, чтобы показать, что совершит Бог ради спасения людей, были устроены все эти ветхозаветные праздники, ритуалы, жертвы, обряды и так далее. Рождеству посвящено множество прекраснейших произведений музыкальных, художественных, литературных. Люди веками воспевают это событие, потому что действительно ангелы воспевают, ангелы поют и прославляют это событие. И люди, которые верят в это, которые понимают смысл этого события, они не могут остаться в стороне, они не могут не славить Бога за Рождество Христово, они не могут не радоваться этому событию, понимаете? Веками христиане воспевают Рождество Христово. В нашем сборнике гимнонадежды есть целый раздел псалмов, который посвящен этому. Мне они все очень нравятся. Чудесные псалмы. Я вот последнюю неделю на работе включал в себе гимны рождественские. Тихая ночь, дивная ночь. Тихонечко слушал, настраивался вот как-то вот на эти события. Потом, какие мы еще знаем? О тихий город Вифлеем, ты спишь глубоким сном. Многоро, радуйся мир, Господь грядет, земля, встречай царя. Это же под таким Божьим вдохновением были сочинены эти произведения. Дух Божий вложил в умы композиторов, поэтов, да, эти слова. И сегодня они трогают наше сердце. Мы радуемся, когда их слышим и прославляем. Как можно говорить о том, что Рождество Христово нужно игнорировать? Вот мы с моей Леной, женой, в 2019 году были на отдыхе в Египте. И мы поехали в Израиль на экскурсию. И как раз между двумя Рождествами, между 25 и 7 января, 2 числа мы там были, января. И в Вифлееме также были. И вы знаете, вот, конечно, неизвестно точное место, где вот, в какой пещерке там он родился, или в каком там хлеву он был. Естественно, все там за столько времени уже переменилось, уничтожилось, и там культурный слой уже там несколько метров на этом месте. Но, тем не менее, когда мы ощутили себя вот в том самом месте, в том самом городе, там есть храм Рождества Христова, в котором все конфессии служат свое служение, так же, как в храме Грома Господня в Иерусалиме. Вот, мы и туда зашли, посмотрели на экскурсию. Выходя из храма, из этого мы увидели троих мужчин, наряженных волхвами, в красивых одеждах. Они шли навстречу и несли дары, как бы, младенцу Христу. Ну, то есть, такое вот театральное представление. И все вот это вот, как сказать, действие, да, оно, конечно, особый дух вот внутри нас пробудило. Мы почувствовали в контексте Рождества Христова себя. Почему? Потому что это действительно было. Это историческое место. Это там, в Вифлееме, произошло, да, больше, чем две тысячи лет тому назад. Как можно делать вид, что ничего не случилось? Как можно делать вид, что Рождество Христово – это не праздник и не радость для нас? Но, помимо того, что произошло рождение Христа, и помимо того, что славили ангелы Бога и Христа, тут же, в эти же дни, случилось нечто. Когда состоялось Рождество Иисуса Христа в Вифлееме, оно заставило содрогнуться весь сатанинский лагерь. Дьявол и ангелы его, которые последовали за ним, поняли, это Сын Божий, и Он отнимет у них власть и господство. И тогда была предпринята попытка убить его еще младенцем. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея во второй главе в 16 тексте. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянными волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал он от волхвов». Борьба с Рождеством началась с самого начала. Еще во младенчестве дьявол попытался уничтожить Христа и лишить радости спасения людей. И сегодня, к сожалению, сатана не перестает совершать нападки на Рождество Иисуса Христа. И есть две крайности. Есть две крайности. Первая – это когда в светском обществе смещаются акценты самого события, Рождества Христова. На что смещаются? На светские увеселения, на культуру потребления, когда люди начинают видеть в этом только повод для подарков, поздравлений всевозможных, увеселений, кутежей, гаданий. И у нас на Руси такое тоже практиковалось в рождественские дни. Пытаясь и сатана отвлечь внимание людей от этого события торжественного, которого ангелы воспевали, которому небо радуется, на что-то второстепенное. А самого Христа за всем этим, за Санта-Клаусами, оленями, снеговиками и прочими и не заметить. Это одна крайность. Вторая крайность, полная ей противоположность, это когда среди верующих ведутся попытки демонизировать Рождество, вызывая к нему отвращение, страх, боязнь, что если вдруг мы приобщимся к этому торжественному событию, вдруг мы тщетно сделаем Божью благодать, которую приняли, и лишимся ее. Как же быть? Мы с вами уже, прочитав библейские тексты, понимаем, что радоваться Рождеству нужно. Действительно, это событие достойно прославления. Действительно, это то, что произошло однажды, 2000 лет тому назад, чего ждали многие столетия люди, и уже многие столетия люди прославляют это. Но, какие же есть основания для демонизации Рождества? Есть ли основания вообще для демонизации Рождества? Скажу сразу, я не имею в виду в Рождество какие-то там пьянки, гулянки, гадания. Нет, естественно, речь не об этом сейчас идет. Речь идет о том, чтобы просто нам в церкви, например, провести рождественскую программу. Поздравить друг друга с Рождеством, официально, не боясь, без оглядки, без задней мысли, что мы делаем что-то неправильное. Подарить подарок на Рождество своим родным и близким. Возблагодарить Господа за его рождение. Вот о чем я говорю. Какие основания есть для того, чтобы говорить, что это неверно, это неправильно, этого делать не надо. Оснований всего два. Основных. Остальные, они все являются их как бы подструктурой. Первое основание – это дата Рождества. Дата Рождества, которая празднуется во всем мире – 25 декабря. И зададим вопрос. Может ли дата 25 декабря осквернить Рождество? Я скажу, что у нас в России в Православной Церкви тоже 25 декабря празднуется, только по старому стилю. И 25 декабря по юлианскому календарю, оно выпадает на 7 января по новому стилю. А так это тоже 25 декабря. Я в церковных всех книгах, документах и так далее. Но, конечно, мы с вами более защищены от этого, потому что все-таки по астрономическому календарю день зимнего солнцестояния, когда вот этот языческий праздник рождения Осириса и так далее праздновался, он все-таки на 25 декабря выпадает. 7 января день уже значительно прибавился, да, и по астрономическому календарю уже эта дата совсем другая, не та самая дата, которую отмечали древние язычники. Но, даже если 25 декабря когда-то в России тоже станут праздновать по Григорианскому календарю вместе со всем миром Рождество, как быть? Может ли дата вообще осквернить Рождество? И вот сейчас я хочу вас попросить сосредоточиться, для того, чтобы внимательно послушать, запомнить и потом еще подумать над тем, что мы сегодня услышим. Начну с тяжелой артиллерии. Цитаты из книги Елены Уайт «Христианский дом». Прежде чем свои, как бы, человеческие размышления скажу, скажу, что говорит по этому поводу Дух Пророчества в книге «Христианский дом». Хотя это и компиляция, но это цитата ее, послушайте. Вот что она говорит про 25 декабря. «Этим днем не следует пренебрегать, так как 25 декабря празднуется в честь рождения Христа. Это поистине день радости и веселья, пишет Дух Пророчества». Послушайте. «Это поистине день радости и веселья. Вам трудно будет оставить без внимания этот день, говорит Вестница Божия. Это время можно провести с большой пользой. Конечно, кто-то там предается светским увеселением, но мы, как верующие люди, с большой пользой можем провести это время. Рассказать людям, близким, знакомым об истинном смысле Рождества Христова, о том, что действительно произошло в этот день и так далее. Как вам такое? Еще одна цитатка. 25 декабря предположительно считается днем рождения Иисуса Христа. Я вам скажу, у многих есть дома книга «Христианский дом», да, 77 глава. Она так и называется – «Рождество Христово». Вот и послушайте, почитайте точнее, да, если хотите, придя домой, целиком эту главу. Я вот две цитаты всего привожу. «25 декабря, она говорит, предположительно считается днем рождения Иисуса Христа. И этот праздник стал обычным и широко распространенным. Но все же нет уверенности в том, что мы отмечаем истинный день рождения Спасителя. В своей премудрости Господь скрыл место, где похоронил Моисея, чтобы избежать идолопоклонства. С этой же целью Он скрыл точный день рождения Христа, чтобы люди поклонялись не дню, а Христу, как искупителю мира». Мудро, мудро. Чтобы не дню люди поклонялись. В конце концов, действительно, день точно неизвестен. Но если, она говорит, эта дата стала широко распространенной, и именно в этот день все вспоминают, это можно провести с пользой. Нельзя пренебрегать этим днем. Мы не можем игнорировать, она пишет, это событие. Бог явился во плоти, Христос родился. Итак, первый аргумент. Мнение Елены Вайт, мнение Духа Пророчества. Второе. Могут ли языческие корни вообще осквернить какую-либо дату и лишить нас Божьей благодати? Могут ли языческие корни осквернить какую-то дату и лишить нас Божьей благодати? Например, если бы вы родились сами 25 декабря, в день рождения Осириса, когда там древние язычники много тысяч лет назад праздновали день рождения Осириса, если вы свой день рождения в этот день празднуете, вы что, приобщаетесь к языческим традициям? Нет ведь? Нет? Или да? Нет. Почему, празднуя свой день рождения, если мы родились 25 декабря, мы вовсе не имеем никакого отношения к древним языческим традициям? Почему? Да потому что главное это смысл, повод, который мы празднуем в этот день, а не то, что там древние язычники в эту дату делали. В году всего 365 дней. Солнышко, как ни крути, оно оборот, ну как бы, да, вот земля, точнее, вокруг солнца делает оборот за 365 дней. У нас нет возможности под каждое событие какой-то новый день выделять. В году всего 365 дней. Я вам скажу, братья и сестры, я на этой неделе поисследовал, куда ни плюнь, язычники что-то праздновали. Вот в любой день. Не наши европейские, так какие-нибудь австралийские. Не австралийские, так какие-нибудь южноамериканские, да, или еще какие-нибудь африканские. Мы даже, может, и не знаем, до нас не дошли эти даже документы, чего они там праздновали в эти дни. 365 дней в году всего. Ну и что? У любого дня можно при желании найти языческие корни. Значит ли это, что любое событие, которое в этот день празднуется, это поклонение бесам? Ну просто вдумайтесь. День рождения 11 сентября. И что ж теперь? Если он день рождения свой празднует 11 сентября, он что, Аль-Каиду поддерживает? Или Бен-Ладена? Нет. Почему? Да потому что никакого отношения не имеет то, что когда-то произошло, к тому, что вы сегодня празднуете, и к тому, что какой смысл вы сегодня в это вкладываете. Понимаете? 25 декабря очень много произошло событий в истории. Даже вот те, которые в ближайшем обозримом прошлом можно вспомнить. В 1917 году в Украине была провозглашена советская власть. Сегодня украинцы борются с советской властью, со всем, что связано с Советским Союзом. Но значит ли это, что если украинец родился 25 декабря и отмечает день сорождения свой, в этот день, когда на Украине была провозглашена советская власть, можно ли его привлечь к ответственности за то, что вот он празднует эту дату? Да нет. Он совсем другое празднует. Мало ли что там праздновали когда-то и какая власть там была провозглашена в 1917 году. Дальше. В 1979 году, 25 декабря, советские войска вошли в Афганистан. Началась война в Афганистане, которая длилась много лет. Но если у тебя день рождения 25 декабря или день свадьбы твоей 25 декабря, и ты его празднуешь, это не значит, что ты поддерживаешь войну в Афганистане. Это не значит, что ты то событие, какое-то отношение оно имеет к тому, что сегодня с нами происходит. Понимаете? Советский Союз, когда с вами, когда рухнул у нас, братья и сестры, какого числа и в какой день? 25 декабря в 1991 году был официально снят флаг советский, Горбачев ушел в отставку, это был последний день официального Советского Союза. Ну помним ли мы об этом? Нет. Думаем ли мы об этом 25 декабря? Нет. А почему? События такие важные. А вот о дне рождения Осириса, который язычники там много тысяч лет назад, нам покоя не дает. Да не все ли нам равно, что там Осирисы эти делали, это вообще лже-боги, их не существует. Понимаете? Много событий в этот день произошло, но мы-то празднуем Рождество. Либо день рождения свой, либо день свадьбы. Главное-то ведь не дата, и не то, что в эту дату за тысячелетие истории Земли там напраздновали, наделали язычники или там не язычники. Главное, что мы сегодня хотим отметить в этот день. И если мы отмечаем свою свадьбу, или Рождество, или свой день рождения, или еще что, день рождения церкви мы хотим отметить. Вот смысл праздника-то, понимаете? Как они понимают этого люди? Я, честно говоря, не могу понять. Но это же здравый смысл, это же логика. Обычная, простая, формальная логика. Языческие корни, я вам скажу, вообще не повод для того, чтобы лишиться Божьей благодати. Я вам сейчас приведу библейские тексты. Доказательства неоспоримые. Что языческие корни, чего бы то ни было, если сегодня мы не вкладываем такой смысл в это, они вообще не повод для того, чтобы лишиться Божьей благодати. Вот смотрите, пример вам приведу. Кто слушал проповедь благословения детей? Одного очень известного, нашего горячо любимого проповедника. Кто не слушал? Меня очень впечатлила эта проповедь. И я с тех пор своего ребенка при каждом возможном удобном случае благословляю. Возлагаю на него руки и говорю, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И добавляю, как наш уважаемый пастор сказал, да соделает тебе Господь, как Ефрему и Монасии. Слышали вы такую проповедь? Слышали. Откуда он это взял? Из Библии. Так патриарх Яков, он же Израиль, велел благословлять народ Божий. Давайте прочитаем с вами. Книга Бытие, 48 глава, текст 20. Книга Бытие, 48 глава, текст 20. Книга Бытие, 48 глава, текст 20. Это не какая-то там традиция раввинов или что-то. Это в Библии, в Торе записано. Книга Бытие, 48 глава, текст 20. И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монасии. И поставил Ефрема выше Монасии. Сколько лет? Много лет я уже вот в молитве использую этот библейский совет. И когда молюсь за ребенка, благословляю его, Ефрему и Монасии. Девочек надо благословлять. Да воздаст тебе Господь, как Сарь, Ревеки, Рахи и Илии. Тоже очень хорошо. Хорошая традиция. Но, братья и сестры, евреи и Божий народ, и сегодня мы, христиане, которым слова Торы небезразличны, тысячелетиями благословляют именем Ефрема и Монасии, используют благословление имя Ефрема и Монасии. А кто была мама Ефрема и Монасии? Дочь языческого жреца. Потому что фараон женил Иосифа на дочери языческого жреца. Давайте откроем. Бытие 41 глава, тексты 44 и 45. Убедимся в этом. Бытие 41 глава, тексты 44 и 45. Бытие 41 глава, тексты 44 и 45. «И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафнаф Панеах и дал ему в жену Осинефу, дочь Патифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Представляете, мама тех двух мальчиков, именем которых используется в благословении на протяжении тысячелетий, языческая жрица, а имя у нее Осинефа. Знаете, что такое Осинефа? Та, кто принадлежит богине Нейт. Представляете? И что? И никого не смущает. И все нормально. А у евреев вообще национальность по маме сегодня определяется. Конечно, это позже гораздо произошло, эта традиция, чем вот жил там Иосиф, Израиль и так далее. Но тем не менее, эти мальчишки сегодня в галахической еврейской традиции вообще не евреи, да, а язычники, египтяне, по большому счету. И ничего, их именем благословляют на протяжении тысячелетий. И никто еще не лишился из-за этого Божьей благодати. Языческие корни не могут лишить Божьей благодати. Если смысл, который мы вкладываем в это, иной, если мы именем Божиим призываем, если мы Господа просим вмешаться, понимаете? Вот вам пример библейский. Хочется сказать знаменитую, известную сегодня поговорку, как тебе такое, Илон Маск? Дальше, Ханука, которую сегодня мы тоже как бы приобщились благодаря нашим уважаемым проповедникам, и понимаем смысл ее, и разделяем радость этого события. Как вы думаете, когда Ханука официально празднуется? Вот первый день Ханука, когда он празднуется официально? 25 кислева, 25 декабря. И никого не смущает. Почему? Потому что смысл этого праздника другой. Это не Рождество Осириса. Это не Рождество каких-то там древних богов. Это вообще не в честь этого. Иуда Маковей, победив там они в маковейских войнах, этих греков, наконец-то осветили храм, наконец-то зажгли там вот эту вот минору, и чудо произошло, масла которого на один день должно было хватить, хватило аж на 8 дней, и с тех пор празднуется эта Ханука. Праздник света, праздник свечей. А вы знаете, что именно вот она в декабре произошла? И именно Ханука, как я прочитал также на этой неделе, является прообразом Рождества Христова. Почему? Почему этот праздник света, отмечающийся всеми евреями в декабре, за несколько сотен, по-моему, за две, да, за два столетия до Рождества Христова, является прообразом Рождества? А потому что в Евангелии Атеана мы с вами читаем, Евангелие Атеана, первая глава, тексты с 9 по 14. Евангелие Атеана, первая глава, тексты с 9 по 14. Давайте мы с вами прочитаем. Евангелие Атеана, первая глава, тексты с 9 по 14. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир не познал его. Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью». Это о чем? О Рождестве. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Итак, Ханука отмечается, она хоть в течение восьми дней отмечается, но один из дней выпадает на 25 декабря, и никого это не смущает, потому что смысл совсем другой. Почему Рождество должно смущать? Смысл-то совсем другой, никакой он не языческий. Песах, да, знаете такой праздник у евреев также? Пасха. Иногда выпадает на воскресенье, на первый день недели, когда язычники поклонялись солнцу. Например, 25 апреля 2005 года Песах выпал на воскресенье. 14-е Ниссана это было первый день недели. Ну и что? Ну и что? Они же не солнцу поклонялись в этот день, правильно? Никого это не смущает. Вот, дальше. 11-го Ниссана вообще родился Любавический Реба 7-й, которого Машехом считают евреи, Мессией своим. И если это 11-е Ниссана вдруг выпадает на первый день недели, на воскресенье, ну все празднуют день рождения Машеха своего, да, вот иудеи, 7-го Любавческого Реба, ничего никого не смущает. А вот Рождество Христово мы не должны почему-то в этот день вспоминать. Запугали, зашугали всех, что не дай Бог ты вспомнишь об этом, лишишься Божьей благодати и поучаствуешь в языческих традициях. Ну, неправда это, братья и сестры. Я вам привел достаточно примеров для того, чтобы это показать. Языческие корни есть, никто этого не отрицает, но они никак не влияют на тот смысл, который мы вкладываем сегодня в это событие. Город Иерусалим. Я там был трижды в городе Иерусалиме. Один раз с женой своей. Скажите, тот город, имя которого будет носить новый Иерусалим в небесном царстве, когда Новый Иерусалим сойдет с неба и будет на новом небе и новой земле. Новый Иерусалим носит имя города, вот в горах, в Иудее. А до 1004 года до нашей эры, до того, как Давид его завоевал, что это был за город, братья и сестры, кто знает? Иевус. И жили там иевусеи в этом городе до 1004 года до нашей эры. Иевусеи кто такие? Что за люди? Язычники. Хананеи. Также имели языческие нравы, языческое идолослужение, языческие суеверия, беззакония. Они поклонялись таким божествам, как Ваал, Астарта, Дагон, Молох. Поэтому израильтянам были даны законы, строго регламентирующие их отношения. И мы с вами читаем в книге Судей. Давайте прочитаем. Вот просто сегодня нужно разобраться в этом, понимаете, до конца, чтобы никаких сомнений не оставалось ни у кого. В книге Судей, 19 глава, тексты с 10 по 11. Давайте прочитаем, как относились евреи к Иерусалиму до того, как Давид в 1004 году до нашей эры его завоевал. Судей, 19 глава, тексты с 10 по 12. Судей, 19 глава, тексты с 10 по 12. Посмотрите. Представляете? Иерусалим евреи стороной обходили, когда он был еще не их городом. Почему? Да там язычники жили. Они свои языческие ритуалы там творили. Капища были языческие, возможно, на тех горах, на которых храм потом стоял, понимаете? И на горе Елеонской, и на горе Мариа, и на горе Сион жили язычники, евусеи. И евреи обходили стороной этот город. Но в 1004 году до нашей эры Давид его завоевал. И он стал столицей Израиля. Все поменялось. Смысл поменялся. Этот город прославляется, воспевается веками. На Сионе живет Бог. Там храм стоял. Там Христос проповедовал. Рядом с Иерусалимом, два километра от Иерусалима, Вифлеем, там Христос родился. И что, что языческие корни у Иерусалима? А вот Бог не побрезговал назвать Новый Иерусалим этим именем. Понимаете? Новый Иерусалим. А у него языческие корни, его раньше евреи стороной обходили. Как вам такое? Языческие корни не влияют, если ты вкладываешь другой смысл. Даже место, которое было языческим, где были поклонения божествам, которые мы перечислили, Астарта, Ваал, Дагон, Молох, все поменялось, когда смысл поменялся. Когда Бог посетил это место. Когда шахина, слава Божия, наполнила собой храм, который был построен там. Все поменялось. И когда мы в любой день, в том числе и 25 декабря, призываем имя Божие. Когда мы прославляем Рождество Христово вместе с воинством небесным, слава Божия наполняет это пространство. И время, и пространство нашего сердца, и пространство нашего молитвенного дома, если это здесь происходит. Нет места бесам здесь, если имя Божье славится. Нет места никаким языческим корням, если смысл прославлять Бога. Запомните этот пример с Иерусалимом. Также из даты Рождества Христова. Бог осветил своим именем и своим присутствием эту дату, как и может осветить любую другую дату. Бог меняет смысл, преображает языческое, наполняет его иным смыслом, божественным смыслом. Понимаете? Как в первом послании Тимофея, в 3 главе 16 тексте сказано. Бог явился во плоти. В какой плоти-то? В святой прославленной? Нет. Тысячелетиями греховная человеческая плоть, ослабленная. И Бог не побрезговал. Он воплотился. И потом, со временем, во время Второго пришествия, Он даст нам новую прославленное тело и новую прославленную плоть. Он преобразит с собою наш греховный характер. Он преобразит с собою нашу плоть греховную. Как Он преображает все, все, что было когда-то языческим, все, что было когда-то греховным. Итак, с датой разобрались. Остался еще один аргумент, который также можно объяснить во многом то, что мы уже сказали. Но на этом остановимся отдельно чуть-чуть. Второй аргумент, который мешает сегодня людям некоторым с радостью праздновать Рождество Христово, это символика. Символика Рождества, современная, которая вошла в обиход. То есть у традиционной рождественской новогодней символики я касаюсь только елки сейчас, гирлянд, всяких украшений. Я не говорю о гаданиях, естественно, Тора это запрещает. Я не говорю сейчас о каких-то там вымышленных историях, что святой Николай Мерликийских чудотворец, которого Санта-Клаусом называют на Западе, но Ельбаба его зовут в Турции, что он на оленях на своем летает. Тоже мы этого не касаемся. Конечно, мы никогда этого не верили, не исповедовали. Ну, например, дома украсить свой дом гирляндами, елку поставить, нарядить, как это делается повсеместно. У этого тоже языческие корни, понимаете? У наряженной елочки действительно можно найти языческие корни, никто этого не отрицает. Но так же, как у даты, языческие корни ее не оскверняют. То же самое и с елкой, понимаете? Вот. Хотя Бог против языческих обрядов. Я все-таки считаю, что нужно прочитать нам с вами тексты, как минимум два, из второго послания Коринфянам, шестой главы, чтобы никто не подумал, что я считаю, что можно участвовать в языческих обрядах, или там языческие ритуалы, или амулеты языческие, они абсолютно не играют никакой роль. Нет, все-таки, братья и сестры, Господь предупреждает. Второе послание Коринфянам, шестая глава, текст из 14 по 18. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и чечерями, говорит Господь Вседержитель. Скажите, о чем идет речь? К чему нельзя прикасаться? Откуда надо выйти и к чему не прикасаться? Исходя из этого текста. К идолам. К языческим обрядам. Почему? Потому что для Каринфин это было очень актуально. Что такое Каринф? Древний языческий город. Там большинство жили язычники. Там были реальные капища. Там были реальные идолы. Там были реальные идольские жертвы. И вот Господь говорит, к этому не надо прикасаться. Этого надо чураться. От этого выйдите, чтобы они не подумали, что вы участвуете вместе с ними в одном богослужении. И апостол Иоанн в первом послании, пятой главе, двадцать первом тексте, тоже пишет. Дети, храните себя от идолов. И если меня позовут участвовать в языческом богослужении, прыгать через костер, поклоняться солнцу, поклоняться символам калаврата, свастики или еще что-то, я не буду. Потому что Господь говорит, выйдите, не прикасайтесь к этому. Понимаете? Бог против участия нас в языческих служениях и языческих обрядах и против поклонения идолам. Но логика нарушается тогда, когда люди начинают проповедовать, что не только сами идолы и сами языческие капища и сами языческие предметы, участвующие вот в этом служении языческом, нужно оставить. Но и все, что на них хоть отдаленно похоже, вот это с вами мы не можем понять. Как это так? Что это значит? То есть, если предмет отдаленно похож на древнеязыческий какой-то, он не языческий, он сделан на современной фабрике. Там, я не знаю, большевичка, да, где-нибудь там шарик новогодний, или зайчик новогодний, или шишечка какая-нибудь новогодняя, да, которую на елку вешают. Снежинка, звездочка, ангелочек. Сделано на фабрике никакими не язычниками, обычными людьми, да, из современных материалов, без ритуалов каких-то там, да, прославляющих языческих богов. Он, ну, похож он чем-то на те внутренние органы, которыми язычники украшали дерева в лесах. Ну и что? Значит ли это, что если мы шишечку или зайчика на елку повесили, то мы приобщились к языческим каким-то служениям? Нет, не значит. И я вам еще один железный пример приведу из Писания сейчас, чтобы уж никого не осталось сомнений. Давайте сосредоточимся. Немножко нам осталось, да, но это важные тексты. Вы их запомните, пожалуйста, размышляйте над ними, чтобы сердце ваше не смущалось. Книга Деяния апостолов, 19-я глава. Книга Деяния апостолов, 19-я глава, тексты с 18-го по 20-й. Книга Деяния апостолов, 19-я глава, тексты с 18-го по 20-й. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне». Видите, они последовали совету Божьему, они оставили языческие ритуалы, чародейства, и пошли перед всеми, сожгли книги чародейские, показав тем самым, что они больше не участвуют в языческих обрядах и ритуалах. Ответьте мне на вопрос, почему они все книги не сожгли, которые у них были, а сожгли только чародейские? Вот, например, если бы у них был там Томик Пушкина, как вы думаете, они бы его тоже сожгли? Сожгли бы, да? Нет, почему? Ну, потому что главное-то не то, на что этот предмет похож, а то, что он содержит в себе, так ведь? Они сожгли именно те книги, которые содержали в себе чародейские, языческие заклинания, обряды, то, что было именно языческое. Ну, например, другие книги, которые к этому не относились, они не сожгли. А вот, когда мы слышим о том, что наша современная елочка похожа на те древние деревья, которые внутренними органами жертв украшали там древние язычники, логика такая, что если она похожа, все, это значит, как мусульмане говорят, харам, это грех, не должно быть, понимаете? Иначе мы приобщаемся к языческому служению. Но если этой логике следовать, значит и любая книга, которая внешне похожа на чародейскую, должна быть сожжена. Что же мы книги-то с вами не сжжем? Они же похожи. Как вы думаете, найдутся в мире книги, похожие внешне на те, которые сожгли? Конечно, найдутся. Так давайте их сжигать. Они же похожи. Почему мы их не сжигаем? Да смысл в них другой вложен. Понимаете? То же самое и с елочками. Если вы вкладываете смысл и совершаете служение языческим богам, наряжая елку, братья и сестры, не делайте этого Христа ради. Но если для вас этого смысла нет, для меня, например, смысл наряженной елки еще с детства, с советских времен, да, маленькой елочке, холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой, бусы повесили, встали в хоровод, весело-весело встретим Новый год, все, никаких языческих тут богов, отродясь, рядом не стояло. Понимаете? И игрушки. Вот я посмотрел сегодня дома на елке у нас специально перепробовали, жена у меня наряжала, я не участвовал, сразу вам скажу. На всякий случай. Какие же игрушки-то она на нее повесила? Смотрю, висит шишка, зайчик, ангелочек, звездочка. Еще еще думаю, и как вот в этом во всем древнее язычество угадать? Чего в нем такого? Смотрю, она даже звезду на макушку повесила, не пятиконечную, которая там напоминает какие-то языческие, я забыл, как называется, вот это вот, да, пентаграммы. А вифлеемскую звезду повесила, многолучиковую такую, знаете, вот думаю, молодец какая. Даже в этом соблюла закон Божий. Вот. Вифлеемская звезда на верхушке елочки висит. Понимаете? Не все, что похоже на древние какие-то языческие амулеты, ритуалы и так далее, не все это надо сжигать. Если в этом нет того самого смысла, вот если есть какой-то смысл, если есть у вас какая-нибудь дома колдовская книга, сожгите, но Библию оставьте, не сжигайте. И Достоевского с Пушкиным оставьте. В них другой смысл, понимаете, не языческий. Хороший пример. Убедительный. Конечно. А все в Слове Божьем написано. Нам ничего придумывать не надо, понимаете. Все написано в Слове Божьем. Дальше. Еще вам кое-что скажу. Даже конкретно языческие какие-то внешне очень похожие на языческий символизм, символы, со временем смысл их меняется. Нам как-то проповедовал пастор наш Дмитрий Николаевич проповедь по книге Бытие. И вы помните, он сказал, в двух проповедях аж коснулся, как со временем меняется значение символики. Когда-то этот символ означал одно, со временем он означает совсем другое. Он может быть как в том направлении, так и в обратном действовать. Например, может быть хороший смысл у символа, божественный, а со временем он может оскверниться, как радуга, например. Радуга – это символ завета. Сегодня радуга – это символ ЛГБТ-движения. Осквернили, божий смысл. Но когда мы с вами читаем в Библии про радугу, разве у нас возникает в уме ЛГБТ? Нет, мы знаем, что это божий знак, божий символ. Дальше. Змей. Змей какой символ? Плохой или хороший? Плохой, да? Древний змей, называемый дьяволом и станою. А Моисей вознес змею в пустыне. И всякий, кто взирал на нее, да, исцелялся. Потом, хороший был смысл у Моисея, да? Бог ему так сказал сделать. А спустя века евреи продолжали этому змею уже кодить, совершать служение, и называли его нехуштан. Опять смысл поменялся. Плохим стал. И вели на этот змей было уничтожить, потому что они превратили его в культовый предмет и стали ему поклоняться. Видите, как один и тот же предмет, один и тот же символ, со временем смысл его меняется. Когда мы видим на аптеке змея над чашей, у нас что возникает в голове? Сатана, древний змей? Нет. Это символ фармацевтики, да? Людям помогает. Ведь важен не сам предмет, а тот смысл, который в него вкладываешь. Конечно, исключение составляет, если именно этот предмет участвовал в языческих служениях. Вот это я вам скажу сразу. Если какая-нибудь шишечка с нашей елочки вдруг была бы в языческом капище, вокруг нее бы кодили, совершали ритуалы, брызгали жертвенной кровью, я бы ее не повесил на елку. Понимаете? Но нам сегодня при всем желании сложно найти такой предмет. Ну, в нашей стране, например. Понимаете? Поэтому то, что похоже внешне, еще не означает, что оно имеет тот же смысл и тот же суть. Еще один пример приведу. Я размышлял над этим 7 лет, простите меня. Я закругляюсь, но хочу уж высказать все, что имеет значение и к этому относится. Какой символ нашего города? Олень. Нравится вам герб наш? Вызывает он у вас отращение, когда вы на него смотрите? Ассоциации с языческими культами, обрядами? Нет? А я вот не поленился и посмотрел, что у разных культур и народов означает олень. Послушайте, братья и сестры. Олень – это символ, ассоциирующий с солнцем, с поклонению солнца, восходом и светом. Из-за сходства оленьих рог с ветвями образ оленя связан с древом жизни языческим, которому мы поклонялись. Кроме того, рога оленя символизируют солнечные лучи и плодородие. Взрослый олень-самец – это солнечная эмблема изобилия. Представьте, это ваалы и астарты, это культ богов любви и плодородия, оказывается. Дальше переносимся в Китай. У китайцев означает счастье и долголетие. Белый олень-самец символизирует шоу-синя – бога долголетия. Представляете, что наш олень с герба у китайцев значит? Дальше. Древние майя называли себя ахмайя, то есть в переводе люди оленя. Это животное считалось главным племенным пропредком пропредком и потому священным животным. Созвездие оленя или козерога, как еще оно называется, у майя, связывалось с Новым годом. Представляете, оказывается, очередным этапом в жизни. Вот у майя было так. У кельтов, братья и сестры, олень – тоже символ солнца и плодородия. В греко-римской традиции олень – атрибут Артемиды, богини Дианы. Разгневанной Артемиды в оленя был превращен охотник Акитон за то, что увидел ее купающийся. У славян олень считался олицетворением предков. По поверьям он умел творить разные чудеса, говорить человеческим голосом. В древних калятках олени приносили души умерших в потусторонний мир. И это не все, что можно про оленя прочитать. Вы представляете, что за много тысячелетий язычники в своей символике только не использовали? Не только елочки. Да вот я вам говорю, вот куда ни ткни, обязательно у язычников найдется где-то что-то на это похожее или вот это животное использовалось и так далее. Но с ума сходить не надо. Мы-то не вкладываем такой смысл в это. Когда мы видим флаг Нижегородской области, на которой изображен герб нашего города, олень, разве мы вкладываем тот смысл, что кельты вкладывали? Или китайцы? Или древние майя? Конечно же нет! И поэтому не нужно сжигать герб Нижегородской области, да, как языческий атрибут. Оставьте его в покое, так же, как и елочки. Итак, мы разобрали с вами две причины, которые, несмотря на то, что Рождество является великой радостью, небожители, ангелы прославляют и радуются, да, мы прочитали с вами из Евангелия. За 600 лет до Рождества пророк Исаия предсказывал это событие. Нашлись две причины, по которым Рождество сегодня пытаются демонизировать. Первая – дата, вторая – атрибутика или символика. Ну, неужели эти две причины могут лишить нас благодати и радости от Рождества? Неужели Бог настолько немощен, что вот если человек, как бы, использует это или отмечает в эту дату, он не может осветить своим присутствием то, что похоже на языческое. Как Он осветил Иерусалим, языческий город. Как Он народ Божий именем Ефрема и Монасии, да, сыновьями языческой жрицы, можно сказать, да, дочери языческого жреца, которая и имя-то носила Осинефа, она означала та, которая принадлежит этой богине. Это не мешает, потому что Бог освящает это своим именем. Важен тот смысл, который мы в это вкладываем. И поэтому, как написано в послании к римлянам, 10 главе, послание к римлянам, 10 глава, тексты с 1 по 3, давайте прочитаем. Братья, желание сердца моего и молитва к Богу об Израиле во спасение. Я тоже желаю вам всем спасения, братья и сестры. Вовсе не желаю, чтобы вы лишились Божьей благодати и каким-то образом стали соучастниками, не дай Бог, каких-то языческих обрядов или традиций. Дальше. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. К сожалению, можно сказать сегодня так. Да, некоторые очень большую ревность по Богу имеют, но не по рассуждению. Стоит немножко включить рассуждение, немножко посмотреть вокруг, оглянуться, и ты понимаешь, что эти аргументы яйца выеденного не стоят, что в любом символе, в любой дате можно найти все то же самое. Но это не смущает. А вот к Рождеству, к Новому году, еще к чему-то привязались, и все, дьявольщину там нашли, спасу нету никакого. Дальше. Важный очень текст, который также очень хорошо сегодня вписывается в тему нашего размышления. Первое послание Коринфянам, 8 глава, тексты с 1 по 7. Первое Коринфянам, 8 глава, тексты с 1 по 7. Послушайте внимательно, вот этот очень важный текст. На нем нужно сосредоточиться, и я его ни разу не слышал ни в одной проповеди о дьявольщине в современных праздниках, о том, что это язычество и так далее, потому что этот текст, он собой просто разбивает все эти утверждения. Читаем. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому знание дано от него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Таким образом, дорогие братья и сестры, мы видим с вами, что два отношения может быть ко всему этому. Может быть отношение такое, что у нас один Бог, и Он сильнее всех, Он все это победил и своим именем осветил. Он всю землю преобразит в конечном итоге, погрязшую во грехе, заново ее пересотворит, понимаете? Как Иерусалим Он осветил языческий, как Ефрема и Монасия, несмотря на их языческие корни, благословляют тысячелетиями их именами народ Божий. То же самое, если даже что-то и попалось где-то, оно вам не повредит. Но Он говорит, есть некоторые немощные веры, которые до сих пор с совестью своей немощной, едят жертвы идольские, как будто они участвуют в этом ритуале. Вот в таком случае, конечно, нужно воздерживаться. Если ваша немощная совесть и немощная вера вас убеждает в том, что наряжая елку, вы совершаете языческий обряд, ни в коем случае этого не делайте. Почему? Потому что, как в послании к римлянам 14 главе сказано, все, что не по вере, грех. Начинается римлянам 14 глава со слов. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Поэтому сегодняшняя моя проповедь, она направлена не против того, чтобы немощных в вере в чем-то упрекнуть. Если человек не хочет и не надо, не надо его заставлять елки наряжать и Рождество праздновать, если немощь его этого не позволяет, написано немощного в вере, принимайте без споров о мнениях. Ибо один уверен, что можно есть идол жертвы, а другой будет есть, как жертву идольскую. Поэтому оставьте его в покое. Пусть он себе спокойненько живет. Но моя проповедь сегодня направлена и нацелена на тех, кто понимает, что вот что-то не то в этих утверждениях. Но до конца разобраться не мог. И я надеюсь, сегодня вам это помогло. И примеры библейские, и примеры исторические, и просто логические рассуждения здравого смысла помогли разобраться в этом. Если вы не немощный в вере, если вы в Бога веруете, если вы понимаете, что Он пришел здесь, на нашу землю, в человеческой плоти, чтобы всю ее преобразить, начиная с нашего тела, характера, и заканчивая в конечном итоге преображением земли, полностью, всей, не бойтесь вы. Не бойтесь вы, что вы участвуете в каких-то псевдоязычных обрядах или служениях. Вы совсем другой смысл в них вкладываете, если вы это делаете, понимаете? В дату, в служение, в ритуалы, в обряды. Это не то, что делали древние язычники. Но немощных в вере принимаем без споров о мнениях. И последнее. Последнее хотелось бы сказать в защиту моих уважаемых учителей, которые сегодня проповедуют о том, что нужно воздерживаться от праздников Рождества и Нового года, которых я очень люблю и уважаю. Я, как юрист, не мог не поискать мотив. Думаю, это же люди грамотные, уважаемые. Они и Библию читают, и очень хорошо проповедуют. Почему же тогда вот есть такое учение? Почему же тогда допускают в своих проповедях такие слова? Может это показаться инсинуацией, то есть попыткой выдать то, чего нет, за то, чего есть. Но я вам скажу, что как юрист по второму образованию, я обязан искать мотивы в любом действии человека. Вот так вот научили нас. Почему? А потому что именно мотив является основой состава преступления. Если нет мотива, нет и преступления. И я пытался понять, почему же братья так проповедуют. И знаете, к какому выводу пришел? Во-первых, проповедуют так только те, которые совершают официальное служение миссионерское среди иудеев. Среди иудеев. То есть именно они и проповедуют больше всего о Рождестве негативного. Почему? Потому что, к сожалению, отношение современных иудеев к крестьянской символике не только к елкам, но и к кресту, и к прочим, крайне неприязненное. Ну так повелось. Я вам приведу пример. Вы знаете все, наверное, друга моего, Дима Кулакова, Марининого мужа, да? Он когда-то ремонт делал в доме одного иудея. Зашпаклевал стены. И там, где розеточки электрические должны были находиться, поставил крестики. Ну, как все делают всегда, да? Отметил, что это место потом нужно будет высверлить и туда. Стаканчик вставить, розеточку и так далее. Приходит вечером и хозяин этого дома говорит, ты что наделал? Ты же мне весь дома поганил, крестами раскошерил. Что такое? А для него крест – это мерзость. И если в его доме крест где-то нарисован, он говорит, ты мне весь дома поганил. Ты что наделал? Не мог кружочков нарисовать? Ты что же кресты-то нарисовал? Вот, к сожалению, такое отношение современных иудеев к кресту и к другой символике христианской, к елочке. Точно самое такое же отношение. Я почитал на этой неделе, что раввины пишут о елках. Знаете, что пишут? Это идол христианского бога, Христа. Бога с маленькой буквы. Конечно, они не признают Христа. Конечно, они не верят в него, как в бога. И для них елка – это не то, что древние язычники праздновали, а это идол христианского бога, Христа. Да, именно поэтому они и не используют в своих домах, так же, как кресты, так же, как и елочки не используют. И, конечно, люди, которые совершают служение этим людям и хотят их ко Христу приобщить, ну, елочками они их точно не приобщат. И крестами, если будут их, да, осенять, точно не приобщат они ко Христу. Почему? Ну, для людей вот такое у них отношение. Их другим надо чем-то, да, к Богу приводить. И я помню, когда еще учился в Завокской Духовной Академии, и преподавателем у нас был Александр Владимирович Болотников, уважаемый мой учитель, он издал книгу, которая называлась «Правоверный». Эта книга – свидетельство его обращения. Еврея киевского, который учился в Яшиве и хотел стать раввином, который по родословию своему, да, у него в роду очень много раввинов, и дядька его, по-моему, даже главный раввин московской хоральной синагоги когда-то был, если я не ошибаюсь. И вот он обратился ко Христу и пишет об этом книгу для проповеди своим единоплеменникам, рассказать о том, что его привело, как Господь его коснулся. И вы знаете, в этой книге, конечно, он не использовал никакой символики христианской. Ни крестиков там не было, ни елочек, ничего. Там была какая символика, как вы думаете? Иудейская. Почему? А потому, что он хотел иудеев достичь через эту книгу. Даже имя свое Александр Болотников он заменил. И знаете, именем кого выпущена эта книга? Якова Шульзингера. Он псевдоним взял для того, чтобы эта книга даже имя не мешала людям, не запинала их, да, к тому, чтобы принять Христа. И чтобы то свидетельство, тот опыт, который он в нее изложил, могло коснуться сердец. Вот это правильно и достойно уважения. С этим я полностью согласен. Апостол Павел говорит, для всех я сделался всем. Для иудеев был как иудей, для беззаконных как беззаконный, не будучи чушь закона перед Богом и так далее. Если мы хотим людям свидетельствовать, мы должны говорить им на их языке. Мы должны использовать как можно меньше того, что запинает. Естественно, люди, которые несут служение и проповедуют Христа среди иудеев, и у них для этого специальные проводятся обряды, специальные служения, они облачаются вот традиционное богослужебное иудейское там облачение и так далее, используют символику, все это верно, все это правильно и достойно восхищения и одобрения. Но зачем людям другой культуры навязывать то, что им не свойственно? Получается, иудеи мы проповедуем как надо, и всех остальных хотим тоже под одну гребенку причесать. Ну зачем? У нас своя культура есть в России, свои традиции есть. Мы их уважаем, они ничему не мешают. Мы своим хотим проповедовать здесь людям, которые вокруг нас. И если мы с вами кипу наденем, если мы с вами там другое облачение еврейское наденем, и пойдем к ним проповедовать, вы думаете, они нас слушать будут? Нет. Или если мы будем их елочки ругать, или там еще какую-то атрибутику, они к нам прислушаются что ли? Конечно же нет. Поэтому в каждой культуре нужно использовать ее устоявшиеся традиции для того, чтобы о главном рассказать. Вложить в это главный смысл и рассказать о Христе. То есть то, что полезно для обращения евреев ко Христу, вовсе не нужно ради этого смущать христиан и вызывать неприязнь к символике, присущей современным иудеям, притягивая при этом за уши библейские тексты, делая заведомо ошибочные логические выводы. Я когда слушал эти проповеди в 15-м году, честно скажу, у меня вот в душе темнота наступила. Как так Рождество Христово вдруг взяли и сказали демоны в нем какие-то, дьявольщина? Семь лет думал. Вот рассказал вам сегодня, что придумал за это время, что Господь открыл. Не нужно ради проповеди иудеям прививать отвращение к Рождеству и к прочим праздникам у нас, у христиан. И это своего рода какое-то даже предательство Христа, что ли. Мы же главный смысл подменяем ради этого, ради своего миссионерского служения. Поэтому, разобравшись сегодня во всем этом, мы с вами убедились, что Рождество – это великая радость, которая будет всем людям. И ангел сказал два слова. Не бойтесь. И я вам их тоже сегодня говорю, передаю то, что записано в Иоаннгелии. Не бойтесь, ибо сегодня родился вам в городе Давидом и Спаситель, который есть Христос Господь. Второе то, что мы сегодня с вами убедились. Смысл символики со временем меняется. Главное – тот смысл, который мы вкладываем в дату, который мы вкладываем, а не то, что там праздновалось тысячи лет тому назад. Главное – тот смысл, который мы вкладываем в эту атрибутику, пусть даже она внешне похожа, на языческую, так как любая книга может быть похожа на те языческие книги, которые они сожгли. Но не надо с ума-то сходить и все сжигать, и все полностью уничтожать. Если в этом хороший христианский смысл, слава Богу, давайте использовать этот повод, как пишет Елена Уайт, не пренебрегать этой датой, находить возможность для свидетельства в этот день о Христе. Не предавайте Христа, братья и сестры. И в заключение последний текст, который мы сегодня с вами прочтем, послание к римлянам, 8 глава, с 38 текста. Я хотел бы прочесть его в современном русском переводе, в заокском переводе, потому что там смысл этот отражен более ярко. Послушайте, пожалуйста. И я верю твердо, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни бесы, ни настоящее, ни будущее, ни темные силы вселенские, ни мир вышний, ни бездна, ничто из всего сотворенного не может отлучить нас от любви Божьей, явленной нам во Христе Иисусе Господе нашим. Вы верите в это, братья и сестры? Ничто нас не может от Божьей любви отлучить. Если мы хотим прославить Христа в любой день, в любом месте, это благо, имя Христа осветит собою все. Особенно, если мы никогда этот смысл и не вкладывали, нам его вот недавно рассказали, вот, ужаснули, и вдруг мы очнулись сегодня, спустя 7 лет, и понимаем, что это был как страшный сон просто, да? Слава Богу, что есть у нас Библия, слава Богу, что есть у нас Дух Пророчества, и слава Богу, что есть пока в головах наших здравый смысл. Аминь. Помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое, благодарим Тебя за Священное Писание, за свет, который Ты открываешь в Нем. Благодарим за то, что Ты не побрезговал прийти в наш грешный мир, чтобы осветить здесь все собою, все языческое, все греховное, все то, что противно истине Божьей, Ты освящаешь своим светом и своим присутствием и наполняешь своим божественным смыслом. Слава Тебе, Господи, за это. Наполни также Духом Святым сердца наши. Наполни нас любовью Своею. Благослови, Господи, нас свидетельствовать о Тебе окружающему миру, который в эти дни вспоминает о Твоем рождении. Благослови, Господи, всех братьев и сестер, которые пришли сегодня сюда, в этот дом молитвы, чтобы обратиться к Тебе, чтобы в день субботний прославить Твое святое имя. Аминь.